Привет всем! Сегодня 8 марта 22 года. Здесь мои рассуждения на 13 день Третьей Мировой Войны. Я задаю себе вопросы. Для чего был создан человек? Осознаем ли мы свою ответственность перед законами Вселенной? Кто наш Бог? Люди планеты Земля, к вам обращаюсь я, The Architect. Сегодня я взял другое имя, Сэм Зилман. А вообще я из Матрицы. Я The Architect. Я буду с вами говорить прямо. Вы имеете большие проблемы. Вы имеете большие проблемы. В этом видеосюжете я собрал свои многолетние философские поиски предназначения нашей человеческой сущности. А в результате для меня раскрылось намного больше вопросов, чем полученных здравых аргументированных ответов. Здесь вы увидите мою поэзию и прозу, начиная с 2016 года. Здравствуйте, друзья! Я продолжаю свою тему, которую уже изучаю долгое время. История человечества – это многовековая череда открытий злодейств. Наш мозг – это наш менеджер, он наш босс, и мы так или иначе подвластны его решению. Тогда возникает справедливый вопрос. Мозг принадлежит нам? Или мы принадлежим нашему мозгу и выполняем его приказы? Этот вопрос во все века не давал покоя мыслителям древности. И по сей день остается открытым. Вот и я для себя пытаюсь осознать ху из ху. То есть, в ком или в чем заключается главенство и как происходит руководство к действиям. И вот еще один такой серьезный вопрос. Как вы думаете, есть ли у нас душа? А если есть, то как она сочетается с работой мозга? И, как всегда, я отвечаю в стихотворной форме. Нет жизни запасной. Для нас был создан этот мир. Один. Для нас. Для всех. Творец поставил под ранжир святых и тех, в ком грех. Всю жизнь кочуем по земле. Все в поисках услад. Везде оставили свой след, включая райский сад. Повсюду мы творили зло, в безумстве лили кровь. Наш мозг от бешенства снесло, от наших же богов. В религиозной кутерьме, в горниле страшных войн, Вся жизнь проходит, как во сне. Нет жизни запасной. Я это точно знаю. Но есть только жизнь души. Нет жизни тела. Начну с отправной фразы. Нам всегда кажется, что мы все глубоко думающие люди. А раз так, то мысли о будущем, грядущем, Неизбежно будут мучать наш мозг. Итак, в твоих глазах парадоксально уживается Глубинная мудрость веков с первозданным звериным хаосом. Тебе самому жутко от попытки взглянуть вглубь себя. Но ты сам рано или поздно должен будешь стать частью Той неописуемой силы, которая однозначно равна Как в созидании, так и в уничтожении. Той силы, которая мгновенно стирает грань Между очевидным и воображаемым. Силы, сочетающие ответственность личного выбора С импульсивностью дикой толпы. Однако, тебе сейчас хорошо Одному на дне твоего потухшего кратера. Тут никто не мешает тебе думать. Ночь — это протест природы против язв цивилизации. Это сказал Эрик Мария Ремарк. Но начинается прозаическое утро. И ты, как и все, как улитки из домиков, Вылазите из своих грез Лишь для того, чтобы найти пищу, Поддерживающую суть утробы. Ты приземляешься. Тебя приземляет самоокружающая жизнь. Мощно приземляет до уровня Плинтуса. И ты уже не отличаешь приземленность от рабской униженности. Ты понимаешь, что так же точно чувствуют себя все окружающие. Ты просто вынужден участвовать в этом ничтожном театре абсурда и лжи. Настоящие жизненные ценности здесь обесценены. История подменена. Чувства опошлены. Слова извращены. Принципы осмеяны. Кривые зеркала исказили до неузнаваемости картину светлого мира, Некогда созданного Творцом. И тогда ты поймешь. Такая тихая пьяная блажь не может продолжаться вечно. Ведь спящие вулканы непременно извергаются. И этот час, он близится. Он близится непременно со скоростью движения вселенной. Подумай. А ты готов к такой крутой развязке? Готов ли ты? А сейчас разговор пойдет о религии. Так как на многих людей на этой планете религия производит большое наркотическое действие. Но практически все мировые религии превратились в большой беспринципный бизнес. Я глубоко изучил главные религиозные доктрины и могу вести аргументированный диалог с так называемым священнослужителем. Однако, к сожалению, подавляющее большинство из них после 10-минутной беседы начинают предавать меня смертельной анафеме. А я смеюсь и потешаюсь над ними, задаю им один курьезный вопрос. Покажите мне справку от Бога, где точно указаны ваши фамилии, имя, отчество и сан. И еще. Покажите мне, что это все заверено божественной печатью. Пока что ни один из них не показал доказательства об их персональной причастности к лику святых. Они все не более чем бизнесмены и клоуны. А что народ? А народ рад этому цирку. А вот мне интересно, как вы понимаете слово Бог? Ведь это просто слово. Я, например, зову его Вася, а он смеется в ответ. Недальновидные те люди, которые поставили во главу своей жизни только лишь финансовый успех. За деньги они счастья не купят. В толпе нет лиц. В толпе одни лишь маски. Нет искры разума. Нет проблеска ума. Толпа живет безумной верой в сказки. И правит тут тупой самообман. Нет созидания. Нет проблеска сознания. Лишь бег по кругу глупости своей. Но час придет и преобразования достигнут разума потомков сыновей. Удачи вам, друзья. Этот стих я написал шесть лет тому назад, в шестнадцатом году. А до этого за десять лет я написал подобный. И до этого за десять лет я написал подобный. Слушайте дальше. Фантастическая поэзия из прошлого будущего. Ушел за горизонт, а тут светает. Заря от солнц в неведомой дали. А за спиной земная жизнь тает. За голограмму мысли унесли. Автор И. Ли Эрес. Первый век до нашей эры. Перевод Сэм Зилман. Фантастическая поэзия из прошлого будущего. Правда, немножко странная поэзия. Я думаю, что не все это поймут. А те, кто поймут, осознайте, что прошлое и будущее соединено. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.